Смотрите, первая вещь, которую я хотел обсудить, это сейчас, скорее всего, на семинаре у вас была такая штука, как регуляризация. Смотрите, давайте немножко поговорим о том, как эта регуляризация работает. Что такое регуляризация? В принципе, это такое резиновое слово, которое в машинном обучении можно значить примерно все. Любые действия исследователя, которые, любые модификации модели, которые нацелены на то, чтобы уменьшить переобучение, то есть уменьшить разброс предсказаний, любыми, в общем, более-менее любыми средствами, можно назвать регуляризацией. Иногда так делаем. Ну, то есть, в принципе, в этой науке довольно часто возникают такие ситуации, что вот кто-то придумывает какой-то метод, потом кто-то говорит, другой говорит, а, ну, этот метод – это просто частный случай вот того. Ну, да, это работает, потому что это на самом деле такой хитрый, хитрый байсовский метод или еще что-нибудь в этом роде. Ну, и регуляризация – это, в общем, тоже такое. Сказать, что что-то является регуляризацией – это просто, в бою-менее сказать, что эта штука как-то борется, позволяет бороться с переобучением. Ну, а классический пример регуляризации, как раз в линейной регрессии – это когда вы говорите, что у вас функция потерь, тебе не просто RSS, то есть не просто сумма квадратов отклонений, а вы еще добавляете с этим коэффициентом, ну, допустим, квадрат какой-нибудь нормы, скажем, или два нормы от вектор весов. А почему это вообще, почему это имеет смысл? Ну, как правило, говорят, что ты в таком роде, что… Но вот если у нас есть, например, признаки, которые довольно сильно скоррелированы… Ну, вот представьте себе такую экстремальную ситуацию. У меня в матрице… У меня есть два признака, которые полностью просто трикполинярны, пропорциональны друг другу. А что это означает? Это означает, что вот когда я пытаюсь решить эту мою систему… Напомните, я рисовал картинку в прошлый раз, что на самом деле, обычный метод наименьших квадратов – это просто штука, которая состоит из двух частей. Во-первых, это просто проектирование… Значит, здесь будет x1, тут будет x1, значит, давайте я напомню, что у нас есть матрица x1, которая выглядит либо как записанные по строкам объекты, либо как записанные по строкам признаки. И некоторые признаки – это элементы элементы n-мерного пространства, в столбце моей матрицы f, обозначая x1, когда x1, если я помню индексу. Соответственно, в n-мерном пространстве я могу нарисовать вход пространства, которое натянута на столбце 2. Я напомню, что мы говорили, что задача отыскания весов, просто мы отданы меньше квадратов, это все равно, что вот этот наш y-многомерный n-мерный спроектировать на плоскость… Ну, не плоскость под пространство, а ортогональную просто спроектировать, а потом вот этот вектор разложить по вот этому вазису. Вот. А что происходит, если у нас есть… Что происходит, если у нас есть два… Допустим, просто календарных векторов вот в этом вот наборе векторов с 1, так далее, xd… Разложение неоднозначное получается. …перестает иметь однозначное решение. И это плохо. В частности, это плохо, потому что, если посмотреть на формулу, которой мы пользовались, значит, для эвакации, значит, у нас там возникает вот эта формула о том, что дубльность с крышкой – это вот такая штука. И если у нас в матрице x есть векторы, которые почти коллинеарны, это означает, что вот здесь в матрице x экспонированная x, она тоже становится вырожденной. Но если считать, например, что у нас есть, что если у нас не идеально коллинеарные два вектора, а вот почти коллинеарные, то это означает, что вот у этой матрицы возникает там очень маленькое, собственно, значение. Она почти вырожденная. У нее есть очень маленькие, собственно, значения. И это означает, что когда вы считаете ее минус первую степень, наоборот, вы получаете, что здесь возникают очень большие собственные значения. То есть это означает, что у вас коэффициенты, которые вы здесь получаете, они становятся ужасно большими. И вы как-то хотите, чтобы вот этого не было. Это приводит к тому, что у вас все становится неустойчиво, и, в общем, как-то плохо работает. Это такое более стандартное описание ситуации. Ну, дальше возникает вопрос. Ну, хорошо, в общем, окей. Мы хотим сделать так, чтобы у нас не было вот этих вот больших весов. И поэтому мы говорим, что у нас теперь, мы будем штрафовать нашу модель за то, что у нее большие веса. Мы добавим в нашу функцию потерь вот этот самый член, который содержит в себе как раз просто эти самые веса. То, что я сейчас написал, называется M2 регуляризацией или рич регрессией. Сейчас там тоже квадрат, наверное, когда сумма отклонения скалярного произведения СОМИ. Спасибо. Ну, и, соответственно, здесь можно брать, на самом деле, разные нормы. Можно взять L1 норму, тогда будет то, что называется LASSO или L1 регуляризация. В общем, тут можно проявлять некоторую фантазию. Но давайте все-таки попробуем понять аккуратно, почему либулизация работает и почему это хорошо. С одной стороны, когда я дописываю вот это слагаемое, ну, что происходит? Раньше, когда я просто использовал M1 оценки, я просто регализировал вот эту штуку и получал несмещенные оценки для параметров. Несмещенные оценки для дублевых. Теперь, когда я добавляю вот это слагаемое, как вы думаете, останутся ли оценки несмещенные? Да, вот как бы несмещенные оценки минимизируют просто вот это слагаемое. Поэтому добавление вот этого слагаемого и необходимость минимизировать их сумму приводит к тому, что у вас возникает, так сказать, давление на вот эти эфициенты W, и они уменьшаются. Поэтому несмещенность мы таким образом теряем. Что же мы приобретаем? Как померить, что именно мы приобретаем? Давайте снова рассмотрим пример, который мы рассматривали в прошлый раз. Но прежде чем мы его рассматриваем, давайте вот что сделаем. Давайте напишем, как будет устроена оценка для W с крышкой для случая регуляризации. Значит, я не знаю, это обсуждалось на семинарах, кто не знает, как оно устроено. Просто явная формула такого же типа, только для функции потерь с регуляризацией. Значит, это МНК, а давайте я скажу, что вот это вот регуляризация, например. Давайте я скажу, кто будет регуляризацией. Выглядит это будет вот так. То есть здесь добавляется лямбда в нашу тождественную матрицу, а вот эта матрица х-транспонирована на х. Значит, доказательство этого факта, это просто, опять же, отправно пролеференцировать эту штуку и убедиться, что это так. Я не знаю, нужно это делать или нет. Или вы поверите. Да, сейчас их лидер. Но сейчас вот L2 норма, обычный. Вот. Значит, можно не выводить. Смотрите, значит, что это нам дает. Давайте на таком примере посмотрим. То есть в прошлый раз у нас был такой пример, когда... А и картинка устраивана вот так. Значит, у меня здесь была вот так, не вот так. Значит, по одной переменной разброс маленький, а по другой переменной разброс большой. Такие четыре точки. И в этом случае матрица х-транспонированный х будет выглядеть как 2.0.200. И давайте посмотрим. То есть если я добавляю к ней еще лямбда вложено-тождественную. И получается вот такая матрица. Значит, единица на 2 плюс лямбда, то и 0 единица на 200 плюс лямбда. То есть как бы из-за того, что я добавляю регуляризацию, мне возникают вот эти вот слагаемые плюс лямбда в доминации. Ну, давайте посмотрим. Как бы у нас с одной стороны... То есть у нас есть источники беспокойства, источники шума. Изначально шум присутствует в данных, но вот в нашей модели мы видим, что из-за того, что у нас разброс вот в эту сторону маленький, вот в этом направлении маленький, а вот в эту большой, шум, у нас тот шум, который у нас присутствует в данных, допустим, он в каждой точке более-менее одинаковый. Но на вот этот коэффициент, который вот в эту сторону работает, этот шум влияет гораздо сильнее, чем вот на этот коэффициент. Ну, просто можно себе представить, что... Вот представьте себе, что у вас здесь... Значит, над каждой из вот этих точек висит точка, которая вот так вот как-то калюрнется в каких-то границах. И понятно, что из-за того, что вот эти вот две точки близки, колебания вот в этих вот масштабах, они приводят к тому, что у вас коэффициент сильно меняется. А здесь, наоборот, не так сильно. И, как мы выяснили в прошлый раз, если шум достаточно большой, то нам может быть выгодно вообще занулить вот этот коэффициент, который вот в эту сторону работает. Ну, просто потому что тот проигрыш по смещению, который мы получим, окажется выше, чем... Наверное, окажется ниже, чем выигрыш, который мы получим из-за того, что мы умеемוא�ичный расброс Comyeah. Занулить вес, который отвечает... Да? Занулить вес. Просто занулить вес, который отвечает о зависимости нашей... Зависимость нашего игрока от вот этой вот перемены. Просто так. И эта перемена как бы выясняется, что она дает нам только шум, не дает нам и дам. Что делает регуляризация? Представьте себе, что она, скажем, пяти. Она, конечно, ничего не загуляет, не становится нулевым. Но она сильно уменьшает вот это, а потом вот этот элемент матрицы. И не сильно, впечатление, влияет на этот элемент матрицы. То есть фактически регуляризация работает примерно так же, как, то есть она действует по крайней мере примерно в ту же сторону, в которую и вот этот отбор признаков, направленный на то, чтобы выкинуть те признаки, которые несут малой информации, но шум от которых нам увеличивает разборство предсказаний. Вот, ровно, ну вот просто, просто потому, что нам плохо от того, что здесь маленькие числа, и добавление лампы именно к маленьким числам приводит к тому, что вот в этой матрице, где наоборот маленькие числа, это хорошо, нам становится, нам становится лучше. Вот. Ну вот примерно такая история. Я не знаю, я честно признаюсь, я когда только сам изучал мошенное обучение, я спрашивал калят, ну вот регуляризация, ну а как, а почему она работает? Ну вот потому, что она уменьшает веса и все такое прочее. Вот. Когда я нарисовал для себя вот эту вот матрицу, то меня дошло. Я как бы увидел, что действительно работает, потому что вот так он должен работать. Вот. Ну тут важно сказать, что у меня какой-то еще странный пример, что вот у меня по одной переменной очень маленькой дисперсии. Ну, на самом деле он не странный, он в этом смысле типичный, потому что если представить себе, что у нас есть две скрелированные переменные, два скрелированные признака, два скрелирования фиксала, то как примерно будет выглядеть картинка на... Ну, а допустим, что у меня есть два признака, и они скрелированы. Тогда, если я нарисую, что я слышу картинку, то она будет выглядеть как-то вот так. Значит, если они скрелированы, то это означает, что картинка выглядит как-то вот так. Ну, я много, кажется, что написал. А, ну, вот она ведь такого облачка. А теперь представьте себе, что я просто возьму эту картинку и вот это вот облачко, и просто поверну их. Просто введу новую систему координат, введу новые признаки. Вот у меня раньше были признаки X1, X2, а теперь будут признаки Z1, Z2. Направленный вот так. Сделаю просто взамену пресса. А? Это линейное преобразование, просто поворот. Это не то, что линейное, просто поворот. Офтогонально. Оно сохраняет норму. И после этого фактически вот эта вот картинка, она превратится вот в картинку такого типа. Да, у нас теперь снова есть один признак, вдоль которого у нас большая дисперсия X1. И есть признак, вдоль которого маленькая дисперсия X1. И поэтому, если что-то работает там, то оно будет ровно точно так же работать здесь. Потому что от того, чтобы вы просто повернули пространство, вообще ничего не поменялось. Вот. Поэтому, в общем, действительно регуляризация позволяет сильно улучшить вам ситуацию, по камере может позволять. Сильно побороться с шумом, как ровно вот в ситуации, когда у вас есть какие-нибудь скаррелированные признаки. Можно было попробовать просто один из этих признаков выкинуть, а можно попробовать использовать регуляризацию. Ну вот, я надеюсь, что я в какой-то мере демистифицировал регуляризацию этим примером. Как, похоже на правду? Хорошо. Давайте я еще одну вещь скажу про регуляризацию. Дело в том, что, когда мы обсуждали вывод этой МНК-оценки, у нас была некоторая теоретическая вероятностная интерпретация всего этого дела. И дальше, в принципе, можно думать по-разному. Есть разные подходы к тому, как строить такие методы типа линейных регрессий. Один подход состоит в том, что у нас просто есть какая-то функция потерь, которая написана из каких-то соображений. И мы хотим просто сделать так, чтобы значение этой функции потерь на нашей выборке было бы как можно меньше. Это называется минимизацией эмпирического риска. А можно пытаться наоборот, сделать какую-то более абстрактную модель, более теоретическую, скажем, теоретикавератностную какую-то модель. И исходя из этой теоретикавератностной модели выводить в том числе функцию потерь. Но вот оказывается, что вот такую функцию потерь тоже можно вывести из теоретикавератностных соображений. А именно можно сказать, что... Можно привести такую интерпретацию. Она немножко в сторону вайсовских методов, хотя в самом себе она не вайсовская. Но здесь есть один такой вайсовский метод. Смотрите. Давайте... До сих пор у нас была такая история, что мы считали, что настоящий вектор W, он просто фиксированный. Он откуда-то взялся, как-то вот свыше нам дам. И мы про него ничего не знаем. Мы не знаем о том, откуда он взялся. Просто какой-то факт из реальности. Если идти в сторону вайсовских методов, то в вайсовском мире люди считают так. Все параметры модели, они на самом деле не просто как-то откуда-то взялись и зафиксировались. Они сами являются случайной величиной с каким-то распределением. Поэтому давайте немножко сделаем шаг в эту байсовскую сторону и давайте скажем, что настоящий вектор весов... Давайте считать, что он тоже является случайной величиной. Да, то есть у нас теперь будет такая модель. Мы сначала... У нас есть вот эта W true, которую мы выбираем из какого-то распределения. А потом мы выбираем епсилон бит, которые выбираются, ну, допустим, из нормального распределения. Давайте я просто напишу, что это вектор епсилонов, который выбирается из распределения 0 сигма квадрат и... Из многомерно нормального распределения это несколько лет. И дальше мы говорим, что после этого у нас есть... Да, кикс у нас фиксированная матрица. И Y равняется W true плюс X. Значит, вот модель порождения данных у нас будет устроена вот так. Ну, давайте подумаем, какое распределение вы хотите наложить на вот этот W true? Про какое распределение хорошо думать здесь? Нормально, да. Давайте, да. Давайте вот считать, опять же, ну, вот это просто предположение модели. Давайте считать, что вот этот W true, оно само из какой-то нормальной случайной причины. Давайте считать, что она тоже такая, что это самое, в центре выбираются независимые, что у них одинаковая дисперсия. У меня нужно использовать еще какую-то букву. Допустим, были сперты. Да, мы отреждали, конечно, не 0, а в этом отреждали какое-то... И давайте теперь напишем функцию правдоподобия вот в этом случае. А это в квадрате умножить 3. Итак, теперь у нас функция правдоподобия. Это будет такая штука. Значит, это будет вероятность... Давайте я так напишу, что вот у меня есть Y и есть W. Вэра, ну, довольно-таки это у, не высокая параметра. При наших значальных параметрах... Здесь будут сети минус, минус, квадрат. Это квадрат. Давайте посмотрим, как она теперь выставляется, эта штука. Значит, давайте я напишу так, что это есть вероятность получить вот это самое W-труб. Значит, эта штука зависит от самого и этого квадрата. Умножить на вероятность получить Y. А при данном W-труб... А, окей, давайте говорить про вопрос. То есть, точка, именно маленькая. Вот. То есть я здесь использую такую формулу, формулу просто условной вероятности. Я говорю, что у меня есть... Ну, вот как бы вот эта вот штука, вот эта штука, это условная вероятность Y для уже зафиксированного W-труб. И вот эта штука, это та самая плотность, которая у нас раньше была. Вот эта плотность нам дает просто метод имеющий квадрат. А вот эта вот штука, это просто плотность нашего, нашего вот этого многогранного нормального распределения. Ну, хорошо, давайте я, может быть, честно напишу. А если у нас старток, а сейчас фиксируем, зачем нам W-трубилен не нужно? Ну, к слову говоря, вот просто вот это со множеством, это буквально со множеством из нашего обычного метода имеющих квадрат. А новое, это вот это со множеством. Но поскольку мы считаем, что он... Поскольку мы считаем, что он просто... Да, слушайте, я все-таки не прав. Давайте считаем, что все-таки из нормального распределения с нулевым средним. Почему нулевое среднее, почему это важно? Но, опять же, мы сейчас... Что означает вот это вот правило? Вот это предположение, что W-трубилен из нормального распределения с нулевым средним на какой-то дисперсии. Но это, грубо говоря, означает, что у нас все коэффициенты, они, ну, не слишком большие. Что вероятность встретить коэффициент, который ужасно большой, аномалиша. И что, ну, как бы, что масштабы изменения этих коэффициентов, они примерно одинаковые. Что не может такого быть, что у вас один коэффициент меняется в масштабах, там, от минус единицы до единицы, а другой от минус миллион до миллионов. Это нектое предположение дополнительное. Никто не сказал, что так она на самом деле. Вот. Но если мы это предположение делаем, тогда доходность, которая у нас вот здесь возникает, это как раз будет, там, единица на корень из 2пи, а, что у нас здесь будет D умножить на E в степени минус, тут будет как раз квадрат нормы. Вот эти штуки пополам. Ну, а здесь будет та штука, которая у нас была в Иманкарце. А, единица на квадрате из 2пи, а. Так, сейчас, значит, 2, а здесь еще нужно эту квадратную. И здесь еще тоже нужно написать. А, сейчас, вот здесь вот, когда мы будем писать, в первом квадрате, а D нужно написать в числительном углу. О, не в числительном углу. А здесь, соответственно, будет то же самое. То есть здесь будет 7 квадрат. Тоже нужно внести в M степень M. И здесь возникает E в степени минус как раз наше квадрат отклонений. Давайте обратно напишем RSS под W и разделить это все делом на 2. Правильно? Воз сначала D, потом P. Потому что W – это демерная штука. Значит, давайте я скажу, что вот здесь, вот это вот штука, а нет, да, демерная штука. Значит, у нас D признаков, поэтому D весов. Вот. То есть, смотрите, что происходит. Но вот эти вот специанты меня сейчас не интересуют, они вообще не зависят, они вообще зависят только от конструкции. Что меня сейчас интересует? Меня интересует вот этот… Значит, здесь момент тоже. Ну, это вот эта вот штука. Это наш тот же самый, то же самое правдоподобие, которое возникало в прошлый раз. Это мы просто говорим, что у нас остатки распределены как эпсилоны, а эпсилоны распределены вот по вот этому нормальному распределению. И здесь написано плотность, этого нормального распределения. Как? Ответа? А каждый из D весов у нас в стыке с D сейчас заключится? Значит, веса – это, ну, ну, мы на Тру у нас сейчас, это случайная величина, которая является демерной случайной величиной. А веса – это демерная случайная величина. Ну, как, демерный вектор, да? Демерная случайная величина. А, M умножить на D, конечно, матрица. Сейчас, здесь написано, это квадрат умножить на I. А I D, как I с индексом D, это в смысле матрица, квадратная матрица D на D, единичная-единичная матрица D на D. Вот здесь сказано, что W true – это вектор, который имеет, значит, это демерный случайный вектор, у которого распределение нормальное с полевым отожиданием и матрица-ковариация, которая единичная матрица умножить на D. Еще вопросы? А как мы умножаем демерный вектор на матрицу, которая N строит? Он идет у матрицы X, D столбцов, и мы умножаем эту матрицу на демерный вектор. Хорошо? То есть, смотрите, что получается? Если я теперь все это загоню под одну экспоненту, то мне нужно чего теперь максимизировать или минимизировать? Значит, у меня под этой экспонентой возникает просто сумма вот этого слагаемого и вот этого слагаемого. Но это вот ровно то же самое, что вот эта вот штука с точностью до коэффициента. То есть, вот эта лямбля – это у меня получается просто отношение вот этого квадрата в сильный квадрат или наоборот. Согласны? Вот. То есть, чем эта интерпретация, опять же, хороша? Потому что, когда мы вводим регуляризацию, полезно понимать, любое изменение модели, оно ему соответствует какое-то изменение наших представлений о том, как данные сгенерируются. Вот добавление этих членов регуляризации означает, что мы предполагаем, что наши коэффициенты, которые есть в модели, они, ну вот, что они слишком большие и что они не слишком разные, так сказать. Что они изменяются вот примерно в каких-то похожих пределах. Ну, в некотором смысле, это естественно. То есть, как раз это объясняет то, что эта регуляризация, она штрафует модель в случае, когда там возникают какие-нибудь коэффициенты ужасно-ужасно огромные. То есть, когда у вас есть коэффициенты нормальные и коэффициенты какие-то ужасно огромные. Она говорит, что такого не бывает. Вот. Ну, конечно, почему мы считаем, что W2 именно так, это непонятный открытый вопрос. То есть, это некая наша вера в рамках вот этой модели. Вот. Хорошо. Есть еще вопросы про W2? Окей. Давайте я скажу еще одно слово про регуляризацию. Вот это вот сейчас все, что мы написали, оно касалось L2 регуляризации. Есть такая штука, как L1 регуляризация. На семинаре обсуждалось L1 регуляризация? Л2 регуляризация, это когда вот здесь вот добавляют норму, просто один норму, то есть сумму модулей. И это L2 регуляризация тоже обладает директорами суммастерами, которые иногда воспринимаются как мистические. Л2 регуляризации. Значит, L1 регуляризация, это когда у нас функция потерь устроена так. Л2 регуляризация. Плюс я должна… Плюс я должна… Значит, L1-норма – это просто сумма модулей весов. Почему L1-регулировизацию иногда очень любят, но все-таки в том числе, я в какой-то момент делал некую публичную лекцию про машинное обучение, и лекция была ориентирована на публику, интересующуюся экономикой, и я решил посмотреть, какие статьи в экономике используют машинное обучение. Я взял 5 топовых зоналов экономики, просто поискал каким-то словом «машин левник». Оказалось, что довольно много статей, которые устраивают так, что вот у нас были данные, но у нас было очень много признаков, и мы не могли использовать поэтому обычную регрессию, потому что они любят экономисты, они любят обычную МНК-регрессию, потому что она имеет хорошее свойство. Но вот мы ее не могли использовать, потому что слишком много признаков, и когда много признаков, МНК-регрессия становится плохо, потому что возникает переоблючение и все такое. И поэтому мы взяли L1-регуляризацию и с помощью нее автоматически отобрали признак. Есть такое поверье, что L1-регуляризация позволяет каким-то мистическим образом сама отбирать признаки. Это, с одной стороны, правда. И давайте сейчас рисую картинку, которая показывает, почему это правда. Дело в том, что вот такую задачу, минимизацию вот такой вот штуки, можно про нее думать как про задачу, которая возникла в методе множества L1-регуляризации. Можно думать, что у нас была такая задача, что мы хотели минимизировать вот эту штуку. Если бы мы хотели... ...имитировать обычную нашу оценку методом на меньшее подрана, но при этом держать фиксированную вот эту самую L1-регуляризацию вектор W. Ну что мы тогда сделали? Мы тогда написали методом множества L1-регуляризации. А в методе множества L1-регуляризации нужно минимизировать какую функцию? Ну, нужно минимизировать вот эту штуку, минус лямбда умножить на вот эту штуку. Понятно? Но это здесь и написано. А после этого можно нарисовать такую картинку. Значит, я сейчас рисую картинку пространства... ...пространство WH. Давайте считать, что это у меня двумяное пространство. Значит, вот у меня W1, вот у меня W2. И тут у меня есть... Значит, какая-то оценка метода на меньшее квадратов. И дальше... То, что у меня вот здесь написано, это просто... Будут какие-то просто окружности вот такие. А вот эта вот штука, она устроена как-то вот так. И что у нас при этом происходит? Если я ищу минимум вот такой функции, но с вот таким ограничением, то этот минимум легко может оказаться, что он достигается в угле этой фигуры. Это приводит к тому, что у вас просто вы запускаете эту самую оценку, и он говорит, что какие-то коэффициенты просто численно становятся равными нулю. Там не 0,003, а вот ровно нулю. И тут все такие радостно говорят, о, смотрите, у нас модель нам даже сама сказала, что вот этот признак там не нулю, что пациент на нем вот ровно нулю. То есть его можно просто вычеркнуть и все. Ну, понятно, что это в какой-то мере тоже обман. То есть так действительно люди делают, это, видимо, работает. Но понятно, что не то, что это модель какая-то ужасная, умная такая. А на самом деле, ну вот понятно, что если у нас вот этот квадрат действительно маленький, то у него минимум можно достигаться вот здесь. Но если бы я вот эту вот C поменял бы, если бы я увеличил бы эту C, то я получил бы какой-нибудь, ну вот такой вот, допустим, квадратик. И тут бы уже минимум прекрасным образом достигался бы вот в этом. Да, ну на самом деле тут такая связь. Когда вы будете решать эту задачу методом с помощью этого нашего загранча, вы для данного фиксированного C получите какую-то ляму. Поэтому на самом деле выбор вот этого C, это все равно, что выбор вот этого ляма. Смотрите, чем сильнее у вас революлизатор, чем больше в центре вот этой вот штуки, тем меньше W вы будете получать. Поэтому, например, когда я перешел от вот этого маленького квадрата по вот этого большого квадрата, то есть увеличил C, это все равно, что я уменьшу вот этот вот этот вот член, вот этот лям пациент при леволюзаторе. То есть чем больше пациент при леволюзаторе, тем сильнее у вас давление на кредиты, тем сильнее они стремятся стать манерами. И на картинке это будет соответствовать тому, что у вас вот эта вот штука будет уменьшаться. И, понятно же, действительно, в какой-то момент, если вы достаточно сильно сделаете достаточно сильный леволюзатор, достаточно большой лямбль там поставите, то в какой-то момент действительно получите вот такую вот картинку, что он действительно хоть кэффициент занулится, честно занулится. Вот. Но нужно понимать, что это не означает, что вы при этом... Ну вот, опять же, если еще раз посмотреть на эту картинку, видно, что какой кэффициент занулится, тот, у которого МНК оценка для W, для соответствующего, для соответствующего кэффициента, большая или маленькая? Маленькая. Ну, то есть нам нужно, чтобы вот эта точка, которая, на самом деле, наша МНК оценка для W, чтобы она была бы близко к вот этой оси. То есть я сейчас занулил W1, выбрав вот такую вот леволюризацию. Но это потому, что, на самом деле, она у меня изначально была модель. И, опять же, вопрос о том, сколько этих ченов нужно занулить, он определяется выбором вот этого лямбда. А лямбда выбирается не моделью, а гиперпараметр, оно выбирается все-таки человеком. А, там, вопрос о валидансе или еще как-то. В общем, как-то она выбирается. Но я к тому, что все-таки это не совсем то, что модель каким-то мистическим образом знает, какие параметры на самом деле не влияют, какие кэффициентам на самом деле нужно было занулить, какие признаки на самом деле не влияют. это неправда. Модель ничего мистическим образом не знает, а просто выполняет вот такая картинка. Я про это почему так рассказываю? Потому что реально у меня возникло ощущение, когда я читал, в частности, литературу по экономике, у меня возникло ощущение, что у широкой публики, которая слышала что-то про машинное мучение, есть ощущение, что это реально как-то мистическим образом модель знает, проникла в истинную реальность, и мистический образом узнает, какой пациент нужно заметить. А Омега и ТНО, это у вас случайно? Нет, значит, сейчас мы думаем про вот этого дела просто как про некоторую оптимизационную задачу. Мы сейчас не думаем, откуда эти ДМВ-шки, это просто те веса, которые я ищу методом оптимизации в ДМВ-шке. Но, на самом деле, картинку я нарисовал двумерным, на самом деле, здесь нужно было ее нарисовать в двумерном пространстве, в том пространстве, в котором у меня ДМВ-шки был. Но я просто считаю, что у меня есть сейчас два признака. Вот у меня было два признака, им соответствовали два веса. Один вес большой, другой вес маленький. И стоит вес, который маленький, просто забудется. Но большой при этом тоже, на самом деле, сильно уменьшился. Вот. Окей. Так. Ну что, есть какие-то еще вопросы про эту историю? Хорошо. Давайте тогда перейдем к следующей теме. Значит, про простые линейные модели мы частично поговорили. Давайте поговорим про то, что называется, про применение идей из линейных моделей, про их применение к состоянию классификации. Вот все, что мы сейчас обсудили, это решение задачи регрессии. А теоретики любят задачи регрессии, потому что в ней как-то все попроще посчитать. Ну вот, по крайней мере, все, что касается вот этих пистолетов. Шум смещения, разгрос и так далее. Ну а на практике как-то машинное обучение наибольшая популярность завоевала в решении задачи классификации. Давайте поговорим про задачи классификации. Продолжение следует... Задачи классификации отличаются от задачи регрессии тем, что у вас теперь иерики, это не числа, а это просто какие-то абстрактные классы, их конечное число. Ну, мы сейчас будем обсуждать самую простую задачу классификации с точки зрения постановки, а именно двухклассовую классификацию или бинарную классификацию. Это означает, что у нас каждый объект принадлежит одному из двух классов, там, хороший и плохой. Эти классы можно по-разному кодировать, можно их кодировать доликом единичкой, можно кодировать минус единичкой и единичкой. В зависимости от того, какую формулу написать, вам будет удобно либо одну, либо другую. Мне сейчас удобно кодировать доликом единичкой. Дальше, ну, как можно такую задачу решать? В принципе, можно было бы просто сказать, что у меня одномерный пространство признаков, у меня есть просто x, x1, это больше никаких, либо здесь у меня есть y. А y это просто довольно единичка. То есть просто можно думать, что у меня есть вот такие вот такие вот. И дальше, в принципе, ничего бы не мешало бы нам использовать просто линейную регрессию и сказать, давайте мы просто вот через эти точки, тем же там международные вещи квадраты, как проведем резиденционную тему, как она вот так пройдет. Ну и дальше, как нам показывать, что вот здесь вот вроде как больше единичек при вот таких иксах, а при таких иксах вроде как больше ноликов. Ну и можно дальше сделать какой-то пароль, скажем, сказать, что вот давайте мы проведем здесь в горизонталь просто одна вторая и скажем, что вот везде вот здесь вот мы будем предсказывать единички, а здесь будет предсказывать логики. И в принципе так можно было бы делать. И даже так иногда делали. Вот. Но как-то неаккуратно. Потому что хочется какую-то иметь интерпретацию для той самой прямой, которую мы сейчас здесь нарисовали. И какая-то такая естественная интерпретация, это сказать, что это какая-то вероятность. Но понятно, что вероятности не бывают больше единицы, не бывают меньше нуля. Поэтому хочется что-то более изысканное. Хочется что-то с большей интерпретированностью. И дальше возникает такая штука. Давайте мы придумаем, как бы нам запериметризовать возможные вероятности. Значит, вероятности, они живут от нуля до единицы. И мы хотим какую-нибудь функцию, которая тоже принимала значение от нуля до единицы. Но можно про это по-разному думать. Ну, давайте я скажу, модель наша устроена так. Вот раньше у нас была модель такая, что были какие-то истинные веса. И мы считали, что у нас Y распределены просто по нормальному языку. Если Y – это штуки типа 0 и 0,1, то они не про P нормальный закон речи не идет. Но можно просто сказать, что это такая Бернольевская случайная речка, просто листом подкидывали монету. А, значит, модель процесса проявления данных. Значит, мы считаем, что от Y – это Бернольевская случайная речина, у которой P как-то зависит от X. Значит, P – это у меня сейчас P от X. Это вероятность для того, что Y – это равняется с единицей при условии, что P… Значит, давайте придумаем какую-нибудь функцию. Ну, стандартный подход здесь такой, либо можно просто сказать, а давайте мы рассмотрим вот такую функцию. Сигмальный. Значит, есть вот такая функция, которая называется сигмальный, записывается той формулой, которую я называю. Я написал. График у нее выглядит так. Значит, видно, что если Z стремится к нулю, а если Z стремится к минус бесконечности, то эта штука стремится к нулю, а если Z стремится к плюс бесконечности, то к единице. Ну, и еще она такая симметричная. Значит, выглядит она как-то вот так. Соответственно, если я в нее вместо Z поставляю, скажем, для произведения WSXL, ну, что это означает? Ну, это, грубо говоря, означает просто, что я рисую какую-то вот такую вот штуку, но если, если думать про, скажем, многомерное пространство, давай считать, что у меня X в двумя, а как будет выглядеть график вот такой функции на таком пространстве? Значит, какой-то фиксированный W, у меня сейчас какой-то фиксированный вектор? Как будет выглядеть такая штука? Верно. Значит, вот я хочу градук вот такой функции. Градук вот такой вот функции. Да, ну вот у нас есть какой-то вектор W, ну, допустим, вот, давайте я его нарисую, допустим, вот так вот. В направлении перпендикулярного W ничего не меняется, а в направлении вектор W у нас возникает вот как бы в этом срезе у нас возникает ровно вот такая картинка. Будет вот такая вот здесь. Вот здесь вот будет как бы плоскость, на которой это все стремится, и какая-то какая-то, вот я так вот вам. Представляете? Вот. Ну, давайте посмотрим, например, теперь, если я… Значит, у меня в качестве предсказаний, в качестве классификации, мне все-таки нужно выдать не чиселку, а конкретный класс. Нолик или единиц. Давайте… Это можно делать опять же по-разному, но давайте я сейчас скажу, что пусть у меня просто предсказание будет устроено так. Значит, Y с крышкой – это просто нолик, если… П выше одной, второй, и единиц, если больше. Как тогда будет выглядеть, вот если я сейчас на плоскости на плоскости? Как будет выглядеть, какие точки будут отнесены к классу 0, а какие точки будут отнесены к классу 1? Как будет выглядеть разделение между 0? Да, вот у меня есть какой-то дилектор… На самом деле, эта функция замечательна тем, что если Z равняется 0, то сигма равняется 1 в 2. Это как раз равновероятная ситуация. Поэтому наша граница будет просто проходить вот этот факт. Допустим, все вот здесь будет отнесено к классу моря, а здесь все будет отнесено к классу. Ну, к вам, что она несимпатичная. Да, ну, скажем так, почему вы придумали эту функцию? Это такой очень хороший вопрос. Значит, на самом деле, про него можно думать так. Можно думать, что… Ну, окей, тут есть краткость интерпретация. Она говорит следующее, что если вы верите в то, что… Давайте посмотрим на эту картинку, о том, как… Представьте себе, что у нас вот эти вот точечки, опять же, это какие-то случайные величины, которые получены из какого-то совместного разделения X с Y, X теперь тоже случайные, и представьте себе, что у меня это… что это разделение устроено так. У меня вот при Y равном 1 есть какое-то нормальное распределение X, и при Y равном 0 есть тоже какое-то нормальное распределение X. При этом это два нормальных распределения с одинаковой дисперсией, просто сдвинутые друг относительно другу. Тогда, если вы вот в этой вот модели пересчитаете условную вероятность наоборот Y при условии X, то вы получите ровно вот эту штуку. Вот. Я думаю, что я сейчас, может быть, не хочу этого делать, но… Может, в следующий раз поскорю. Вот. Но, опять же, это такая тоже проблема всех теоретических вероятностных интерпретаций тем, что в них есть какие-то предположения, которые непонятно откуда взялись. Почему мы считаем, что X должны быть распределены по нормальному закону и при этом еще с одинаковой дисперсией здесь и здесь? В реальности это, как правило, не так. Вот. Но, тем не менее, оказывается, что эта штука хорошо работает. Есть какие-то общие соображения, с которых ее можно было получить, с которых ее получили, на самом деле. И есть практика, которая говорит, что вот логистическая регрессия работает хорошо. В случае, как правило, с классы, как бы, ну, можно отделить… Да, да, да. То есть, как бы, мы здесь предполагаем, но вообще, вот в целом, логистическая регрессия – это пример линейного классификатора. То есть, он предполагает, что у вас разные классы, как говорят, линейно отделимы. То есть, что можно провести какую-то гиперплоскость в пространстве, в пространстве признаков, и отделить один класс от другого. Не пространство признаков в пространстве людей. Вот. Хорошо, давайте посмотрим, как находить W. Я снова хочу записать оценку максимума правдоподобия. Значит, да, если вернуться в одну картинку, то получается, что я теперь подгоняю не прямую какую-то, а подгоняю вот такую вот сигмоиду, но за счет того, что я могу здесь умножать на W, это все равно, что я могу вот этого сигмоиду как-то делать вот какой-то такой. Я могу ее двигать. Ну, во-первых, буквально умножение на W – это сжатое растяжение. И если мы, опять же, разрешаем, добавляем еще признак просто единичек, то мы можем тогда двигать картинку правдоподобия. Вот. Поэтому, вместо того, чтобы аппроксимировать сейчас стремлую, мы аппроксимируем вот такую сигмоиду. Дальше возникает вопрос – какая функция потерь? Ну, если в качестве функции потерь, опять же, давайте посмотрим на задачу максимизации правдоподобия. Значит, функция правдоподобия. Вероятность того, что мы получили какой-то Y для данного набора данных X и данного W. Это и следующая штука. у нас есть два варианта – либо Y равен 0, либо Y равен 1. У нас есть вот эта вероятность P от X, которая вот так считается. значит, давайте смотреть, если… Значит, какова вероятность получить 0, например? Это единица минус P от X, а вероятность получить единицу – это наоборот P от X. И в зависимости от Y мы должны выбрать либо вот эту, либо вот эту в качестве нашей пошли. Сейчас. P – это вероятность получить вот этот Y для данного X. Поэтому мы считаем, что X и R – это нормально? Нет, X и R – это сейчас параметры. X – это у меня сейчас параметры. Я смотрю на вероятность получить… На вероятность получить Y для данного фиксированного X. Ну, то есть, как бы, ну, что у меня сейчас происходит? Вот, я пытаюсь подогнать… Вот если я зафиксировал W, это означает, что я выбрал конкретно вот такую сигмуальность. Теперь давайте посмотрим на какое-нибудь конкретное наблюдение. например, вот на вот это наблюдение. И спросим, какова была вероятность получить вот это наблюдение из вот этой вот сигмой. Значит, этот сигмой договорит, что вот для вот этого X я должен был подкрыть монетку и с вот такой вероятностью получить единицу. Ну, значит, вероятность получить вот этот культ будет довольно маленькой. Вот. То есть, на самом деле, я теперь должен здесь поставить… Значит, вот эта вот штука. То есть, вот эта вот штука, если Y – это единица, а вот эта штука, если наоборот Y – это 0. Так, или так, или наоборот, посмотрите, как нужно написать. Да, вроде так. Если Y – это единица, тогда вот этот, вот этот сам Морсель, а если Y – это 0, тогда вот этот сам. Значит, соответственно, для всех наблюдений у нас возникает такая штука. То есть, у нас возникает просто произведение вот этих вот сам Морсель. Ну, или, если мы возьмем логарифм, понятно, что, опять же, работать с вот таким вот произведением ужасно неприятно, оно вожмали, как бы, с вот данных Морсель. Поэтому, конечно, максимизировать не саму правдоподобие, а логарифм правдоподобия. То есть, получается, сумма… Что у нас там, 1 минус… Вот такую штуку мы хотим… Вот такая штука. Значит, на самом деле, вот эта вот штука, у нее есть там общение, она в случае большего количества классов. Ну, вот это для двух классов, она называется бинарной кросс-энтропией. Почему она кросс-энтропия? Это отдельная история. Это нужно сказать про энтропию. Значит, ну, это я даже может что-нибудь скажу. Вот. Но, по крайней мере, вот у этой функции есть такое специальное название. Значит, если перед ним поставить минус, то эта штука будет называться лобоксом. И это ровно то, как отличается логистическая регрессия. Значит, вот эта вот пэшка, если она определяется по вот этому закону, то для фиксированного икса она функция от w, и дальше вы можете… Дальше вы можете… Тут уже нет никакой хорошей явной формулы, как было в случае с обычной линейной регрессией. А тут, ну, там, градиентный спуск или какие-то более хитрые методы, которые применимы на конкретной теоретической регрессии. Там есть и специальные методы, я сейчас, наверное, даже не сильно разбирался с этим. Есть, например, fission scoring. Не знаю, что это. Вот. Но… Максимизирует по w. По w, да. Да-да-да, конечно. Ну, то есть здесь у меня в явной форме w не участвует, но просто потому, что она защита выходит хорошо. Икс и игрик – это майдан. Вот. Ну, соответственно, дальше, для дневного спуска вы можете эту штуку оптимизировать. И это, в общем, такая одна из самых базовых моделей, с которой вы будете встречаться. в частности, например, во всей банковской индустрии, вот они очень любят логические регрессии, потому что это понятная и интерпретируемая вещь. Есть модели, которые работают для классификации, как правило, лучше, но зато они непонятно как интерпретировать. А тут вот, понятно, коэффициенты такие-то, все понятно. Веса, все у нас есть. Вот. Значит, да. Надо сказать, что сама по себе уже эта логистическая регрессия… Тут, конечно, есть стандартная смешная путаница в том, что бывают модели регрессии, бывают модели классификатора. Соответственно, решающая задача регрессии, задача классификации. А первая модель классификатора, которую мы обсуждаем, называется логистическая регрессия. Но вот несмотря на то, что она регрессия, она, конечно, предназначена ровно для того, что решает задача классификации. Вот. На принципе, можно думать так. Можно думать, что если мы думаем про эту задачу как про задачу отыскания P от X, то это задача регрессии, потому что P – это же вещественное число. А если мы говорим, что у нас предсказания будут определяться как-нибудь вот так, то после этого у нас уже возникает классификатор, на выходе которого уже все-таки возникают предсказания конкретные невероятности. Вот. Но это тоже такая очень… Ну, в общем, как бы исторически сложилось, что эта штука называется логистическая регрессия. Вот. Надо сказать, что здесь совершенно не обязательно выбирать именно одно второе качество вот этого порога. Вообще, говорят, порог можно выбирать по-разному и получать в этом разные результаты. И, на самом деле, то, как вы выбираете порог, зависит от того, какие у вас, на самом деле, какие у вас ожидания, какие у вас риски. Например, когда у вас есть задача классификации, у вас, как правило, более-менее четко определено, какие риски связаны с ошибкой классификации в одну сторону и в другую сторону. у вас, как правило, два класса имеют какие-нибудь разные значения. То есть, например, это может быть, там, если вы пишете софт для диагностики, у вас есть человек, который здоров, но вы его диагностировали как если он болен, и наоборот, если он болен, а вы его диагностировали как здоров. И, как правило, риски от того, что вы диагностировали больного человека здоровым, гораздо больше, чем если вы диагностировали здорового человека больным. Ну, как бы, если вы диагностировали здорового человека больным, он пройдет пару обследований, выяснится, что он все-таки здоров, переведет дух и скажет, какие нехорошие люди эти врачи опять всех напугают. А если вы диагностировали здорового человека, если вы диагностировали больного человека здоровым, он, наоборот, пойдет домой радостных и через три дня ему станет сильно хуже. В общем, короче говоря, понятно, что у вас могут быть разные риски, и это должно учитываться. А вот в самом себе, например, вот в этом вот лоссе, тут вот нет никакой разницы, вот этому лоссу все равно, в какую сторону вы совершили ошибку. Но, в принципе, вы можете потом это учесть, когда вы будете переделывать эти вероятности в предсказание, вы можете это учесть. Выберем вот этот параметр. Вот. Так, есть ли еще какие-нибудь вопросы про все это дело? В следующий раз мы еще поговорим про логистическую регрессию более подробно. Ну а, по крайней мере, вот я хочу, чтобы у вас сейчас была в голове вот эта картинка и вот та картинка с разделением пространства признаков, как понимаете, плоскости. Вот. Значит, логистическая регрессия является частным случаем линейных классификаторов. Линейным не в том смысле, что у вас вот эта функция там, не в том смысле, что P зависит линейно, P не может зависит линейно, а в том смысле, что линия разделения между двумя классами, а это обязательно какая-то гиперпост. То есть мы ожидаем, что у нас все-таки наши классы внутренние. Что, конечно, не всегда так. Но вот что происходит, когда это не так, это отдельность. Вот. Так. Ну что? Окей. Если вопросов нет, тогда для сегодня все. Если есть, подходите. Вот так. Нет. Это не зависит ли то кто на гости? без цепи actu